приветствую вас дорогие друзья с вами лурлимур и вы смотрите марафон по строительству space engineers настал тот самый час настал тот самый день когда началась новая рубрика точнее я ее начинаю она называется марафон по строительству потому что это интересный забег на строительство в режиме творческом режиме в котором я буду строить корабль мечты то есть свой красивый корабль со своими новыми идеями которые я вижу к сожалению летсплей марафон точнее марафон по выживанию меня был такой летсплей который давным-давно канул в лету из-за многочисленных багов игры данный данные данную рубрику я буду делать в творческом режиме поэтому она вряд ли закрашится это не серверная игра тут будет без лагов с нормальным качеством я надеюсь что эта рубрика не загнется в этом режиме я смогу построить очень красивый корабль почему же в творческом режиме потому что тут речь идет конкретно о строительстве корабля о том как как устроены корабли о том как они становятся красивыми то есть весь этот процесс будет идти быстро не нудно я смогу объяснять в процессе все мелкости все подробности и заодно как бы не печься о том что надо добывать ресурсы так далее короче от не выживание это скорее творческое строительство на той творческий режим ну что ж давайте начнем точнее я уже начал я начал снимать первую серию обнаружил что звук не попал в запись я кое-что тут построил но в принципе я не построил ничего такого особого я не успел настроиться как говорится настроить много всякого тут всего лишь такое вот небольшое небольшая коробочка заранее сообщу что это за корабль будет точнее стоит что это что за кораблю что за корабль точнее в какой корабль превратится вот эта вот штучка штука у меня кост денег косноязычности прям какой-то вот и этот корабль будет называться а он будет из класса эксплореров скорее всего будет называться лорс эксплорер скорее скорее всего в честь кого же назвать как не в честь себя и он не будет пвп шнам то есть на нем вести бои не рекомендуется на нем будут стоять в крайнем случае 2-3 турельки для того чтобы сбивать метеориты но он его основной целью будет выживание на разных планетах то есть вот вы прилетели куда-то и вот начали выживать он будет способен взлетать с любой планеты об этом я уже позаботился как вы видите огромное количество баков может быть еще два бака даже добавлю здесь сзади у нас их будет около восьми баков и конечно же огромное бесчетное количество генераторов кислорода для любителей не ждать и быстро заполнять паки так что вот такие вот пироги и конечно же корабль будет довольно большой он будет содержать себе подвижные части на роторах и на поршнях я не буду принципиально делать скажем стыковочные ноги потому что они забагованы иногда когда мы нажимаем отстыковаться они взрываются либо ноги отваливаются либо еще что-то происходит так что они будут на поршнях и так как это не сервер здесь лагов не предвидится с поршнями или роторами это очень хорошая новость ну что ж давайте начнем начнем я начну рассказывать что я тут надел и так такой вот кораблик в нижних частях находится два точнее вот этот вот ангар такой небольшой но это мягко говоря небольшой вообще-то он большой я считаю можно может быть в нем будут какие-то правочки потому что я думаю что я данный ангар делаю потому свои корабли под луров под рудокоп луров и так далее и расположил ворота вот в таком вот виде сейчас объясню почему мне очень нравится когда ворота именно сделаны в подобном стиле сейчас где бы мне достать эту штучку дрючку штучка дрючка называется панель кнопочная панель сам ее куда-нибудь поставим сюда допустим убираем генераторы герметичные двери ангара и закрываем их всех тогда что мы наблюдаем мы наблюдаем очень-очень классное классное решение потому как сделать большое большие герметичные ворота притом совершенно ванильный для этого пространства вполне хватит чтобы сюда залетали одновременно два рудокопа то есть она более чем даже пьяный миши не этот не промахнется поэтому я думаю что это довольно хорошее решение ну а остальной корабль будет иметь форму длинную форму будет похож на эти классные дредноуты насколько он будет классным дредноутом я не знаю но давайте попробуем хотя бы на крейсерский он должен ходить и так значит на чем я остановился просторный ангар два больших контейнера откуда значит ведет система конвейеров и труб наверх она ведет параллельно в этот рефайнере очистительный завод затем сворачивает сюда подключает нас к к этому вот к реакторам двум двух реакторов я думаю будет достаточно потому что тут еще будут не только реакторы тут еще будет куча всего куча куча всего значит огромное количество генераторов льда генераторов кислорода и водорода и они соединяются таким вот образом зачем их так много я уже объяснил чтобы не ждать заполнение баков чтобы это происходило как можно быстрее затем затем что еще тут есть я хочу даже и это даже сделаю сейчас я добавлю сюда еще еще немного еще немного баков а если быть точнее два бака включаем режим симметрии потому что это все будет долго если это все в одного делать как говорится где мой бак гидроген танк вот так значит ставим и берем генераторы кислорода так продолжаем нашу традицию максималистов так проспект максималистов берем наши любимые трубы где они и и конечно же завершаем нашу конструкцию в угодных нам масштабах и вариантах получаем вот такую вот связку когда мы играли с даевом существовала такая вот проблема а он часто говорил что водородные или вот эти вот генераторы кислорода они через себя не пропускают предметы или же наоборот вот такие вот скажем рефайнеры через себя не пропускает водород я не знаю точно кто из них что не пропускает но эта система сделана специально так продумано что допустим в контейнерах у нас лед куда он поступает оттуда он поступает вот сюда вот разделитель и отсюда он чисто попадает в генераторы водорода то есть он без посредников попадает прямо сюда по этой же трубе может идти и уран наши реакторы притом в равном количестве что туда что туда а также и грубо говоря вот сюда наш рефайнеры наша руда будет отправляться и естественно отсюда уже без посредников то есть как видите генераторов кислорода естественно не будут пропускать водород прямо вот наши вот баки здесь стоят два рефайнеры два рефайнеры два рефайнеры два веселых гуся бред какой-то два веселых гуся которые нуждаются в том чтобы их мы напичкали этими модулями эффективности модуль эффективности будут полностью как бы уместны потому что они извлекают максимум руды из точнее максимум слитков из руд что несомненно хорошо да то есть я думаю это равнозначно если поставить допустим много модулей продуктивности в таком случае большое количество руды просто будет быстро перерабатываться а тут большое количество руды то есть будет перерабатываться в большее количество слитков по времени может быть будет чуть медленнее или же также но это более эффективно и так нам осталось теперь разместить грамотным образом конечно же наши ассемблеры я хотел бы разместить так чтобы мы могли к нему получать непосредственный доступ но я думаю эта идея достаточно громоздкая и я даже не знаю стоит ли ее реализовывать подобным образом чтобы в него обязательно можно было получить доступ я думаю нет данном случае это не столь важно ну лично для меня так какие модули мы можем сюда вместить посмотрим панель управления продуктивность эффективность конечно же продуктивностью напичкаем вот его потому что быстрый ассемблер это хорошая сам не сомнения не сомнения так таким вот образом положим с этой стороны к счастью здесь все ставится правильно режим симметрии когда вы будете ставить такие блоки как в рефайнере не советую включать выключается режим симметрии потому что как видите блоки точнее рефайнере вот они не симметричные блоки они хоть и поставлены по образу симметрии то есть у них выход располагается одинаково но как вы видите они расположены не совсем потому что симметрия отражает их зеркально а зеркально они почему-то не ставится и так у нас есть 2 рефайнере 2 рефайнере вполне достаточно я так думаю затем ну что нам еще нужно если у нас есть рефайнере шмифайнере все конечно же нам нужны аккумуляторы куда же мы без аккумуляторов аккумуляторами будет заполнена вот эту область которая осталась над кислородами точнее над генераторами водорода осталось пустовать в одиночестве в холоде и это пространство будет заполнено вот таким вот образом так что даже если в наши два допустим больших генератора не смогут обеспечить корабль хотя они обеспечат потому что ну потому что наш большой корабль он будет отнюдь не совсем из ионных состоять весь днем конечно должно быть достаточно иоников кстати что можно было комфортно подниматься и у точнее комфортно управлять в космических условиях так далее и тому подобное здесь же мы расположим немалое количество гироскопов как опыт показывает чем больше гироскоп большого корабля тем лучше но мы оставим для них запасное место потому что ну потому что мало ли вдруг они могут пригодиться еще и так 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 нам требуется еще теперь нам требуются проходы проходы их соблюдал очень-очень грамотно я надеюсь то есть проход будет основной здесь быть такой вот не знаю насколько он симпатичный ну прагматичный скорее возможно здесь мы тоже по напихаем аккумуляторов для то никогда не бывает лишними дальше мы будем продолжать эту сосиску нам надо сделать еще медицинскую комнату сделать все грамотно это техническое и технический отдел который здесь в принципе завершается я так думаю давайте его мы временно отгородим таким вот образом так так вот и вот так корабль получится длинным но это не беда это даже нам на руку так вот вход так теперь надо подумать какие отсеки какие отсеки мы можем еще сюда добавить значит медицинский отсек безусловно он должен существовать здесь он должен быть несомненно потому что это просто условие номер один затем нас есть у нас вот в этой части я скорее всего подозреваю будет центр управления то есть кабина все такое вот он будет верхний этаж на здесь же здесь же или же сделать внизу я даже не знаю как бы интересно этот момент работать то как же интересно его воплотить кстати пишите в комментариях обязательно свои соображения по поводу этого корабля как бы сделали вы как бы неслись вы к созданию допустим каких-либо частей данного корабля что вам не нравится и так далее обязательно выражать свое мнение такс так вот получается внутри у нас скромно сердито дешево но это пока пока деталей там нет естественно это будет выглядеть так так теперь надо подумать про медицинскую комнату медицинскую комнату я хотел бы делать небольшой я даже знаю сейчас уже как сыграю сыграю на нервах вот этот вот этот этаж он будет конвейер полностью то есть сейчас мы кстати проведем трубы отсюда хорошо что я не забыл про это значит было бы плохо так ставимся на конвейер и проводим до нашего победного конца где же у нас контейнеры вот как раз здесь 1 2 3 1 2 3 1 2 3 вот правильно угадал и значит здесь у нас будет разветвление конечно же здесь будет стоять комбейер вот таким вот образом все и будет конечно можно было бы провести отсюда напрямик сюда трубы но у этого есть своя причина почему я так поступил потому что возможно нам придется отводить конвейерные системы снизу еще куда-то выводить соски снизу ставить так здесь пожалуй я поставлю конвейер потому что я не хочу чтобы герметизация нарушалась хотя блин здесь не очень хорошее расположение ну чтож ну чтож давайте давайте-ка закроем эту область вот так вот здесь уже проведем окончательную грань грань так вот так вот и все наше дно полностью закрывается в него мы тоже будем иметь доступ зачем мы к нему будем иметь доступ это моя прихоть на это более реалистичным делать все почему во всех больших кораблях будь то космические будь то земные доступ в различные отсеки это дело обязательное потому что в случае чего корабль надо чинить для того чтобы его починить надо иметь доступ во все его стороны во все его места скажем так сейчас мы доведем нижнюю часть корабля до ума и конечно же после этого займемся его носом такс так оставься ты ставься ты ставься ты ставься вот так вот получается снизу он будет таким вот такой вот отсек для конвейерной системы чтобы все было скрытно все было аккуратно такой залетел сел такс вот я точно пока не знаю делать кабину вот в этом плане ребята помогите мне своим советом делать ли мне так пока выключим симметрию делать ли мне стеклянную скажем стеклянный кокпит именно здесь то есть в нижней части корабля с возможностью смотреть вниз то есть обзор улучшенный будет конкретно вниз либо сделать его сверху как у лайнеров то есть приземляться исключительно с помощью третьего вида не используя как бы ориентиры такие я конечно склоняюсь к тому чтобы сделать снизу так как так будет более эргономичнее более интереснее такой кокпит нижней получится вот думаю этот вариант более интересный ну что ж давайте пока займемся другими делами пока так отсюда будет сюда вход вспоминаем вспоминаем как все было устроено нам надо очень разумно и красиво подвести доступ наверх я так понимаю этот красивый доступ надо сделать отсюда потому что и сделать его так чтобы он не смотрелся чопорным образом где наши лестницы нам нужно вертикальное окно точнее вертикальное окно будет использоваться в качестве лестницы кстати данные вот вещь там вещи хотел бы защитить вот таким вот образом так я понял как сделать понял это даже будет очень даже клево вот классно ой да я забыл выключить inbound inbound к огромному сожалению но ничего там стоит турелька надеюсь она поможет да помоги мне турелька значит вот так вот у нас должно выйти так я надеюсь два блока вот стены и три отсюда будет достаточно с этой стороны я возможно немножко расширю нашу любимую так пять будет это подобным образом так давайте кое-что проверим надо вот тут подумать как сделать эту часть чтобы она выглядела грамотной таким вот образом вот мы можем выполнить все выполнить ну однозначно должно это все начинаться отсюда здесь же мы поставим блоки такого типа зачем а это потому что когда мы допустим прилетим сюда вместе нашему водокопу мы сможем видеть наблюдать панель lcd панель которую я поставлю где будут написаны сколько ресурсов мы добыли нарыли сколько у нас они есть в количествах и так далее и тому подобное так может ли нам помочь этот блок что я бегаю внизу так нет это не то не то что я думаю это не то что вы подумали так что не старался 5 мне не очень нравится то как это выглядит хотя фиг его знает нет это все выглядит ужасно надо это все переделать ну моя затея заключается в том чтобы создать некую площадку которая будет выходить наверх а то как ее обыграть по дизайнерски мы все таки решим эту проблему иначе это не будет смотреться вот например да здесь вот уберем ой 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 не плыви так да ну блин становись сюда сюда он становиться не хочет по какой то причине а встает встает то есть вы спокойно поднялись отсюда сюда то есть прилетели спокойно поднимаетесь сюда сюда и отсюда уже наверх и уже здесь ставим вот такие вот блоки только вот сюда они вряд ли поставятся да проблема такая вот проблема я не хотел бы ставить вертикальные туннельные блоки ибо это не очень хорошая затея будет так думай думай лур думай лур 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 хотя в этой части у нас что располагается в этой части в этой части мы можем не обязательно выходить таким образом можем выходить и по сторонам То есть как-нибудь так Да уж, было бы лучше, если бы вот так Да, и вправду все Проблема решена Нет, она не решена Потому что мы вылетаем прямо Не решение Так, убираем Нам надо попадать Прямо сюда Так Есть, конечно, вариант такой Какой-то такой, что ли Ну, вроде Не знаю даже, как сказать На что это похоже Так Даже телефон мой Возмутился Что за бред Что за бред ты делаешь, лор Ну, вроде вот так вот Пошел наверх Поднялся в этот отсек Так, а еще мне кажется Одна такая вещь Что они Они расположены Слишком высоко Да Это все Все это удовольствие Должно начинаться Вот отсюда Вот, вот отсюда Да Не оттуда А отсюда Мостики тоже соответствующие Должны идти отсюда Так Сюда мы поставим Блок Полноценный Так, сюда поставим Блок моста То есть мостик Он должен быть Таким Таким Жаль, что на эти мостики Нельзя что-то другое класть Тут будет такой постамент Где мы будем смотреть На все прелести Воровской жизни Так На Такой вот Мостик И здесь вот так вот Располагаешься Такой Зашел сюда Смотришь во все стороны Машешь И убегаешь Нафиг Так Если я уберу Вот этот блок Интересно Все отвалится Думаю Да Лучше не рисковать Допустим Сделали мы Такую сметровую Площадку Для Нижнего А эти блоки Я знаю Чем Заменить Можно очень просто Есть здесь у нас Интересного вида блоки Которые являются Полудекоративными Полуфункциональными Но по большей части Декоративными Вот они Вот они Интересно Как это все Будет смотреться Эту часть Мы не можем Закрыть Понятно А надо ли ее Вообще закрывать Думаю и не надо Пускай будет Вот Такой Вот мостик Я даже знаю Как его Сделать Хотя Блин Его не надо Делать Потому что Это отнимет Площади У Данного Так Зато я знаю Что Вот это Хорошо бы убрать И сюда Уже поставить Вот сюда Тоже поставить Лесенку Да То есть Вот такие Вот бежим Если что Можем Сюда Отсюда Побежать Сюда Да Действительно Это лучше Сюда Мы ставим Такие Вот Мостики Ой Не такие Мостики И не вас Имел ввиду Фу Противные Уйдите Так Какие Мостики Конкретные Ну то есть Что то вроде Ограждения Отлично Сверху Будут свисать ЖК панели Как все Положено То есть Летел такой Ну уже Вот более Или менее На что то Похоже Тем более Если все это Окрасить Нужные цвета Задать Жару Все такое Вот главная Проблема Остается По прежнему Актуальной Потому что Вот этот блок Я убрать Не могу Надо что то Придумать С этим Опять Вот эту Фигню Некуда Ставить Может Отсюда Сделать Выход Ну а что Да Да Почему Нет Война Почему Он должен Быть Центральным Так Ох Что здесьesti Происходит Лесенка Улетает Так Сюда сюда итак у нас 35 минут вместе закрываем у нас 35 минут нам надо постепенно до свиданекаться с вами потому что ну потому что у нас горят трубы мы можем продолжить нашу игру потом и давайте пробуем вход все-таки туда иначе все будет ужасно смотреться так пока отсюда туда нет никакого входа но он будет это вопрос времени допустим отсюда мы сбежали бежим бежим так и вот пожалуйста попадаем в отсек наверх эту часть уже можно закрыть здесь здесь собственно говоря или же поставить сюда стекла красивые как это любит делать т.ф. ну в принципе это здорово иметь такой вкус просто шикарно так я думаю что надо инвентированную ставить стекла что-то вроде этого такой идешь и смотришь вниз что там творится так вот такие вот пироги дорогие друзья с вами был лодли морж если вам интересно данная рубрика интересно данное строительство как оно происходит как она как медленно данный брусок металла будет превращаться в большущий интересный корабль межпланетный тогда ставьте лайки подписывайтесь ожидайте новых серий с вами был лодли морж до скорых встреч дорогие зрители всем пока пока